28 марта 2022 года. А я, Рыбаков из Дивногорска, приглашаю вас вместе со мной совершить путешествие из Восточной Сибири в Западную Сибирь и обратно. И это путешествие у нас займет 6 минут. Но сначала мы заедем на Красноярскую ГЭС. Вот что говорит по этому поводу наша знакомая тетя Вика. Красноярская ГЭС, в скобочках, имени 50-летия СССР, гидроэлектростанция на реке Енисей, вблизи города Дивногорска, входит в Енисейский каскад ГЭС, составляя его третью ступень. Является второй по мощности гидроэлектростанции России после СССР. В Красноярский гидроузел входит единственный в России судоподъемник. И стройка в Красноярской ГЭС была начата в 1956 году. И уже в 1967 году электростанция дала первый ток. И именно отсюда ее и название. Имени 50-летия СССР. СССР это была такая страна с 1921 года по 1991 год. Ага. Это был первый агрегат. А последний 12-й агрегат был запущен в 1971 году. Я помню это время, когда мы с мамой и с папой гуляли, с сестрой гуляли на торжествах в честь ввода в эксплуатацию полностью Красноярской ГЭС. Вот эти вот деревья, они были только-только высажены. И был голый берег. А теперь вон они какие высокие деревья. И Красноярскую ГЭС не подберешься, не подъедешь. А я помню время, когда на ГЭС была конечная остановка городского автобуса. А теперь же вот подъехали к КПП, вышли, зашли через КПП. И вот так вот. А я, приглашаю, как я вам и говорил, приглашаю вас в путешествие из Восточной Сибири в Западную. И скажу я, что условная граница между Восточной и Западной Сибирью проходит посередине течения реки Енисей. И вот сейчас мы с вами пересекаем реку Енисей по мосту. И, соответственно, попадаем из Восточной Сибири в Западную. С левой стороны от нас находится Красноярская ГЭС. В метрах, наверное, в 900 километре. И там же, рядышком, находится судоподъемник. Как я уже сказал, единственный в России такой, знаете ли, чаша такая на колесах. С водой. И которая поднимается через плотину и перевозит сюда. Так вот. Мост охраняется. Ведомственной охраной Минтранса. Вот сидит здесь караул. А мы едем дальше. Едем дальше. И проезжаем. Выезжаем из города Девногорска. Вот видите, раз, город Девногорск закончился. А мы едем дальше по своим делам. Это у нас изумруд, кафе, бар, гостиница, туалет. Все вместе. Хорошее место. Тут мы разворачиваемся и едем обратно. Едем мы теперь из Западной Сибири в Восточную Сибирь. Почему? А потому что условная граница между Восточной и Западными Сибирями. Вот сейчас видите, мы заехали на территорию города Девногорска. Правильно. Она располагается посередине реки Енисей. Так. Вот. Теперь Красноярская ГЭС и судоподъемник у нас остаются справа. По правую у нас руку. Выше течения. Красноярская ГЭС, как я сказал, уже была построена в 1967 году. То есть недавно уже отпраздновали 55 лет первого агрегата и 50 лет сдачи ГЭС в эксплуатацию. Когда она была запущена, то киловатт электроэнергии стоил 2 копейки. Сейчас киловатт электроэнергии стоит сколько? А у всех по-разному. Ну вот. Так вот. Продолжение следует.